Здравствуйте, я преподаватель Александр. Сегодня начинает работать Центр русского языка в городе Цзинин. Обучить одному из самых сложных языков и познакомить иностранцев с русской культурой. Алтайский технический университет открыл Центр русского языка в Китае. Первые занятия уже стартовали, проходить они будут дистанционно, что за время пандемии стало уже привычным форматом. Все, что нужно для успешного обучения, хороший интернет и желание. Второе у китайцев есть точно. Создают такие центры благодаря гранту при поддержке Российского Министерства Просвещения. Всего их будет три. Два в Китае и один в Монголии. Курсами русского языка, подготовкой иностранных студентов по русскому языку мы занимаемся достаточно давно. Наработали очень хорошие методики, которые действительно позволяют с нуля за достаточно короткий срок освоить наш непростой русский язык. Программа обучения рассчитана на год, но по условиям гранта присутствуют временные рамки. Пришлось сократить обучение до 100 академических часов. Но, говорят в университете, это не помешает ученикам достичь хорошего уровня. По окончании этой программы можно достичь уровня B1. Это уровень, необходимый для поступления в российские университеты. Вот с целью поддержки русского языка, с целью поддержки образования на русском и создаются вот эти центры. Ежегодно в ВАЛТГТУ обучается около 200 студентов из Китая, и число желающих получить образование, говорят в УЗИ, только растет. И как раз обучение в центрах русского языка поможет китайцам превратить мечту в реальность и приехать за границу уже чуть-чуть думая на русском. София Ценко, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...